Здравствуйте! Это БитНовости и видеоверсия. За прошедшие две недели курс биткоина относительно доллара снова немного ослабел. Аналитики спорят о том, что является причиной этого. Одни говорят, что это естественный откат после стремительного роста начала года, другие склоняются к тому, что репутацию биткоина подпортили споры о размере блока. Крупные предприятия и инвесторы разделились между двумя вариантами развития – Bitcoin Core и Bitcoin Classic. Большинство же пользователей криптовалюты, не обладающие фундаментальными знаниями, оказались в смущении и недоумении из-за публичных споров ведущих разработчиков. Складывается впечатление, что пока не будет выработана единая стратегия, на биржах биткоин также будет лихорадить. Вопрос размера блока в частности будет обсуждаться на конференции Satoshi Roundtable, которая пройдет с 26 по 28 февраля, по словам организаторов, в засекреченном месте в Северной Америке. Круглый стол проводится уже второй год подряд. На эту конференцию приглашено всего 60 участников. Журналисты уже окрестили ее встречей биткоин-элиты. Эта формулировка, увы, развеивает крупкую иллюзию демократичности и децентрализованности биткоина. У криптовалюты есть своя элита, и мы даже можем увидеть их всех по именам на сайте Satoshi Roundtable. Формат встречи предусматривает, что на нее будет приглашено 60 человек. Даже если вы прекрасный человек с большими достижениями в биткоин-индустрии, которого отличает настоящая страсть, вы, скорее всего, не будете приглашены, подчеркивает сайт. Среди подтвержденных участников встречи называются Мика Уилкинспехт, Роджер Верр, Патрик Берн, Гевин Андерсон, Майкл Перкин, Бобби Ли и другие. Остается надеяться, что столь представительное собрание сможет договориться о едином формате биткоина и завершить споры о размере блока. Ведущие вузы мира демонстрируют свой интерес к биткоину. Принстонский университет издает учебник, посвященный биткоину и электронным валютам. Учебник рассчитан на студентов и выпускников технических вузов, разработчиков программного обеспечения, а также любителей, имеющих базовые навыки программирования. Создатели книги обещают, что ее чтение поможет прорваться сквозь весь шум вокруг биткоина и понять, в чем же в действительности состоит его уникальность. Предполагается, что изучив Принстон Биткоин Текстбук, программист будет владеть достаточными знаниями, чтобы самостоятельно создавать завязанное на биткоин программное обеспечение. Злоумышленникам удалось подделать данные четырех учетных записей и похитить около восьми биткоинов. Это стало возможным, поскольку ни один из них не был защищен двухфакторной идентификацией. Для входа было достаточно ввести логин и пароль. В Лоунбейс пообещали усилить безопасность системы и компенсировать потери. Из-за незначительности потерь эта история стала для платформы даже некоторой рекламой. Танки теперь можно купить за биткоины. Правда, только в США. На прошлой неделе компания Wargames сделала доступным эту услугу для своих американских пользователей. Мы рады сообщить, что наши клиенты в США могут оплачивать свои премиальные покупки и покупать внутриигровую валюту за биткоины, сообщают создатели игры. Новая опция оплаты будет доступна во всех трех популярных онлайн-играх компании Wargaming – World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. О том, когда подобная опция станет доступна на территории бывшего союза, мы постараемся выяснить в наших будущих выпусках. К примеру Wargames, возможно, последует крупнейший сервис распространения компьютерных игр Steam. Он может начать принимать платежи в криптовалюте в ближайшем будущем. Сообщение об этом появилось на форуме компании. Сообщение о том, что компания собирается интегрировать биткоин, появилось на форуме, где его разместил пользователь под ником House. В подтверждение своих слов он привел скриншот, на котором якобы запечатлены фрагменты кода, позволяющего Steam принимать биткоины. В качестве оператора был назван сервис BitPay. Пользователи форума восприняли новость с энтузиазмом. В то же время официальных сообщений или комментариев от администрации Steam не поступало. В этом году майнеров биткоина ожидает снижение вознаграждения за блок. Этот механизм создан самим Сатоши при разработке биткоина. Когда количество биткоинов достигает определенной цифры, сумма биткоинов, получаемых как вознаграждение майнерами за добычу блока, уменьшается вдвое. Это сделано с целью ограничения инфляции при эмиссии биткоина. По задумке Сатоши, майнеры должны со временем получать все меньше вознаграждения от эмиссии и все больше как комиссию за обеспечение транзакций. Со временем эмиссия должна прекратиться совсем и вознаграждения майнеры будут получать только как комиссию от транзакций. По расчетам это случится приблизительно в 2140 году. В прошлый раз снижение награды за блок случилось в 2012 году, но так как стоимость и популярность биткоина были невелики, это событие прошло незамеченно. Сейчас за каждый добытый блок майнеры получают 25 биткоинов, после снижения вознаграждения будут получать 12,5. По разным расчетам это должно случиться с июня по август 2016 года. Как это отразится на привлекательности майнинга и не снизит ли его популярность? Мы попросили рассказать об этом нашего эксперта. Для чего в биткоине введен механизм снижения вознаграждения за блок? Этот механизм запрограммирован, так сделана эмиссия в децентрализованной системе. Как вообще распределять деньги, когда нет какого-то центра, кому их давать, это большой вопрос. И было решено сделать именно таким образом. То есть те, кто вначале участвовал в развитии системы, кто вкладывал свои мощности, ресурсы, время, в том числе и средства, те получают больше. Через какое-то количество блоков уменьшается эмиссия вдвое, и это запрограммировано, все клиенты в сети это поддерживают. Таким образом все знают, когда, сколько будет биткоинов имитировано. Это позволяет быть в сети более предсказуемой. Существует ли подобная система в альткоинах? Есть, например, простое копирование системы, как в биткоин. То есть они точно так же, абсолютно с теми же переменными работают, абсолютно так же падает эмиссионное вознаграждение. Есть альткоины, которые совершенно перевернули эту систему. У них, например, не дефляционная модель, а инфляционная. То есть у них там постоянно идет эмиссия, вне зависимости от того, какая сейчас высота блоков. Есть какие-то средние решения, когда, например, там больший период времени требуется для того, чтобы награда падала, или еще какие-то другие условия. То есть это все зависит от желания тех, кто разрабатывал форк или альткоин. Нет ли опасности, что снижение вознаграждения сделает майнинг невыгодным и приведет к резкому оттоку майнеров? Опасность такая в теории есть. По задумке создателя, то время, через которое происходит уменьшение эмиссионной награды за блок, вот за это время увеличивается настолько количество транзакций, что комиссионные сборы с них должны нивелировать это падение для майнеров. То есть майнинг, он в любом случае останется, как и всегда, для кого-то он будет выгоден, для кого-то нет. То есть если, например, дешевое электричество где-нибудь в России, и здесь это выгодно, например, заниматься, то в Европе, возможно, где-то это и сейчас невыгодно. Например, упадет эмиссионное вознаграждение, где-то еще станет невыгодно этим заниматься, а у кого-то есть доступ, например, к дешевым майнерам или вообще к халявной розетке. То есть майнинг, он будет всегда, а вот для кого он будет выгоден, это уже другой вопрос. Подразумевается, что комиссионные сборы, они должны немножко сглаживать эти переходы. Отток майнеров не может ли обвалить систему и сделать транзакции долгими и неудобными? Сеть сама подстраивается под мощность майнеров, которые задействованы, но она реагирует задержками. То есть каждые 2016 блоков только происходит пересчет, и если до пересчета отваливается значительная часть майнеров, тогда да, действительно могут быть задержки. Но сейчас пока никаких задержек не видно, более того, сейчас находится в среднем больше блоков, чем нужно, то есть сложность только растет. Предположительно, как повлияет снижение вознаграждения на курс биткоина? Следует ли ожидать его роста или эти события вообще не связаны? Если посмотреть на предыдущие периоды, то можно сказать, что, скорее всего, будет повышение курса. Но, опять же, это не какой-то там прогноз, это просто, если посмотреть на предыдущие периоды, в том числе и по некоторым альткоинам и форкам. Единственное, могу сказать, что трейдеры эту ситуацию тоже знают, они заранее работают, то есть это не в момент, когда происходит пересчет, вдруг у нас там стоимость выросла. Рост идет несколько до самого пересчета, и когда уже пересчет наступает, уже, по сути, эта новость уже отыграла и сильно не влияет на курс. В конце февраля съемочная группа программы Бит-новости и видео-версии отправляется в беспрецедентное биткоин-путешествие по Европе. Конечной точкой тура станет выступление на конференции «Биткоин-среда» в Амстердаме и открытый показ фильма «Криптовалюты. Золото цифрового века». В ходе поездки группа посетит 8 европейских столиц, в которых встретятся с майнерами, инвесторами, финансистами и биткоин-активистами. Побывает в двух биткоин-посольствах в Амстердаме и Варшаве. Путешественники будут ночевать, питаться и покупать топливо для своего микроавтобуса за биткоины, ну или попытаются это сделать. Полный отчет о поездке смотрите в следующих выпусках «Битновостей», а также на канале «Битновости» в YouTube. А я с вами прощаюсь. До следующего выпуска.